Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс попался на употребление запрещенных препаратов, сообщает ESPN. По данным СМИ, допинг-проба британца оказалась положительной. В ней нашли следы октилофрина, повышающую выносливость. Отмечается, что теперь, скорее всего, бой Сондерса против американца Дмитрия Андрейда, запланированный на 20 октября в Бостоне, будет отменен. Также Сондерсу грозит лишение титула. Сам Билли Джо Сондерс прокомментировал сообщение СМИ о том, что он попался на употребление запрещенных препаратов. Дерьмо какое-то. Я чистый боец. До самых костей всегда им был. Спасибо всем фанатам, поддерживающим меня. Я чистый спортсмен и буду еще долгое время. Также его промоутер Фрэнк Уоррен сделал заявление по этому поводу. На своем официальном сайте Уоррен сообщил, что вещество, обнаруженное в пробе Сондерса, является запрещенным только в период соревнований. Во внесоревновательный же период его использование разрешено антидопинговым агентством Соединенного Королевства в соответствии с положением Всемирного антидопингового агентства ВАДА. Уоррен отметил, что акселофрин, повышающий выносливость, который был обнаружен у боксера, содержался в обычном противотечном назальном спрее. Сегодня Британский Совет по контролю над боксом подтвердил, что Сондерс не нарушал антидопинговые правила Британского Совета и, следовательно, имеет право защищать свой титул WBO 20 октября в поединке с Митурсом Андрейдом. Сондерс был протестирован несколько раз в 2018 году. Все пробы были отрицательные. Его последний вне соревновательный тест для антидопингового агентства Соединенного Королевства был сдан 24 сентября 2018 года. Генеральный директор промоутерской компании TopRank Бо Парум готов предложить сотрудничество с топовым свободным агентом профессионального бокса Геннадию Головкину и Саулю Альваресу. Оба боксера ранее имели контракты с телеканалом HBO, однако данная телесеть накануне официально объявила о прекращении обещания боксерских поединков в 2019 году, так что Triple G и Канело придется искать другие платформы для развития дальнейшей карьеры. Арум сообщил, что президент его компании Тодд Дюбеф вышел на промоутера Головкина Тома Лефлера с предложением транслировать его поединки на ESPN или ESPN Pay Per View. TopRank имеет эксклюзивный контракт на контент с ESPN, и любой промоутер, желающий транслировать бои своих боксеров на ESPN, должны работать с TopRank в соответствии с этим соглашением. Тодд поговорит с Томом насчет возможностей. Что касается Канело, то он на контракте с Golden Boy. Я полагаю, что они достаточно опытные для того, чтобы заключить свою собственную сделку. Поэтому, если бы они пришли к нам и захотели узнать, что может предложить ESPN, мы бы им рассказали. Что касается Канело, то мы подождем, пока Оскар Далахоя сам на нас выйдет. Относительно Головкина, тот уже вышел на Лефлера. Мы открыты для того, чтобы организовать бои, продвигаемые другими промоутерами. Это то, что мы делаем 3 ноября с поединком Мигеля Берчальта и Мигеля Романа, а также со вторым боем Элейдера Альвареса и Сергея Ковалева 2 февраля. Сообщается также, что сделка с ESPN имела бы наибольший смысл для Triple G, поскольку Ару мог бы предложить ему большой бой с обычным чемпионом мира WBA в среднем весе японцем Риото Муратой, если Геннадию придется ждать третьего поединка с Канело до сентября 2019 года. На официальной странице абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика в Facebook в четверг 27 сентября появилось фото из тренировочного зала, на котором вместе с боксером находится его бывший тренер Джеймс Али Башир. Фото подписано следующим образом, подготовка идет полным ходом. Напомню, что Усик и Башир работали вместе достаточно долгое время, вплоть до завоевания украинцем пояса чемпиона мира WBO в бою против Кшиштофа Гловацкий 17 сентября 2016 года. После на протяжении четырех боев тренером Александра был Сергей Ватаманюк, а в финале всемирной суперсерии бокса против Мурата Агасьева его готовил Анатолий Ломаченко. 28 сентября в Джиде Саудовской Аравии состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет финальный поединок всемирной боксерской суперсерии во втором среднем весе между чемпионом мира по версии WBA Джорджем Гроусом и Колумом Смитом. В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По его итогам Гроус оказался тяжелее соперника. Вес Джорджа составил 76,1 килограмм, в то время как Смит потянул на 75,9 килограмм. А на этом у меня все, спасибо вам за просмотр, также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и всем удачного дня!